Проведение весенних полевых работ обсудили и на совещании сельхозпроизводителей, которое прошло в Цивильском районе. Особое внимание обратили на качество семян, наличие ГСМ, техническое состояние сельхозмашин. Сроки и качество проведения посевной кампании во многом зависят не только от погодных условий, но и от того, сколько техники выйдет в поля. Аграрии республики делают все возможное, чтобы к началу сезона все сельхозмашины были в исправном состоянии. Колхоз Ленинский у нас занимает 5600 гектаров земли, общая площадь, пашня, из них пашня 3600. Техосмотр мы провели, закупаем сейчас удобрения, семена зимой закупили. Если погода даст, начнем работать. В нынешнем сезоне в весенних полевых работах будут задействованы более 2300 тракторов и другой техники. Большая ее часть уже готова выйти в поле. На сегодняшний день техосмотры проводятся во всех хозяйствах, в том числе и частном секторе. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 10.13 о техническом осмотре самоходных машин и других техники есть перечень требований обязательных, предъявляемых для безопасной эксплуатации, техники безопасной, жизни и здоровья людей. Те показатели нормы еще не соответствуют, то есть, соответственно, техосмотр не проходит. В целом, к весенним полевым работам аграрии готовы. Однако, некоторую настороженность в этом году вызывает состояние озимых. Мы понимаем, что в зиму они ушли ослаблены, серьезно отстают в развитии. Сегодня, в принципе, условия для возобновления вегетации складываются на территории республики по-разному. Мы можем ожидать выпривания погибели посеев озимых на значительных площадях. До 25% посеев озимых культур находятся в плохом, неудовлетворительном состоянии. Поэтому сегодня министрам сельского хозяйства Чувашской республики поставлена задача, возможно, короткие сроки провести с участием специалистов гидрометеорологической службы Чувашской республики обследование всех посевов озимых культур. Работа началась уже сегодня. Комиссия поехала в Парецкий район. Завтра с утра мы массово объезжаем южные районы, обследуем поля. Задача агрономической службы в текущем году – уделить озимым культурам самое пристальное внимание. В полном объеме выполнить все технологии выращивания, чтобы осенью собрать хороший урожай. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Валерий Резюков, Республика. Продолжение следует...